Расскажите, кто вы, что вы и зачем вы? Что сейчас происходит? О себе трудно, конечно, рассказывать, но... Это выставка живописи. Не совсем характерная для меня. Обычно я пишу вот такого размера. А сейчас вот как-то ударился в портреты несколько другого размера. Но это совсем другое, совершенно по-другому выглядит. И мне интересно посмотреть на это со стороны. Собственно, для этого вы так и делаете, да? Два слова. Еще что-нибудь расскажите. Что-нибудь? Вот, пожалуйста, эта картина называется «Поэты». Это вот поэты, которые находятся в поэтическом пространстве. Вот. Они пьяные по валку? Ну, это уже кому как, собственно. А как вам? А вам как? Кто-то нет, кто-то, да. А вот эта какая картина называется? Это Света Ганзина, горизонтально. Вот она так выглядит, да? Ну да, она лежала на диване так, бычком. И очень так, очень так тепло подошло. А эта, кстати, очень интересная, да? Да, вот это не ваша картина, да? Вот это давай, я тебя посмотрю. Вот это. Это тоже Света Ганзина, но на фоне окна, в очень яркий день. На фоне окна? В контражуре? Да, да, да. Так, не надо сказать. Ну, это Света Ганзина в контражуре. Вы-то понимаете. А на фоне окна, давайте я даже... Это же не контражур, это контр... Контр... Контрсвет, как-то так. Контрасвет. Контражур — это из-за спины, когда сосредоточено, да? Ну, а это что? А это... Ну, это... Ну, на самом деле, Марина Рожева, вот они и приехали недавно, позировали. Это все живые портреты, то есть, каждый портрет написан с конкретного человека. То есть... Обычная классическая живопись русская школа. Да? Обычная классическая... Да. Ну, может быть, пару слов рассказать. Расскажите о вашем кредо, как художнике. Я не знаю, что это такое. Хорошо. К сожалению. А какой пегас, какого пегаса вы кормите и поите? У меня, к сожалению, нет денег, чтобы еще кого-то поить и кормить. Вы бедный художник? Я не знаю, что такое вообще деньги, поэтому я не знаю, бедный, я богатый. Мне нечем оценивать. Нету, да? Состояние, нечем оценивать. Ценности как таковой нет. Вот из прошлых источников информации было известно, что у вас есть такая группа, Малевич, да? Да, вот мы сегодня будем показывать наше видео-творчество. Скажите, что это за группа, как она выглядит, что это такое? Можете рассказать? Костяк группы это Елена Гладышева, Вова Романов, Марина Ражева и Виктор Абарунистов. Мы делаем в основном перформансы какие-то, видео, какие-то постановки. Выступаем, допустим, на биеннале уральской, еще что-то такое, на арт-заводе тоже были. То есть, ну, так довольно динамичная у нас жизнь, нам очень весело вместе. И мы, ну, как весело, нам интересно вместе. И, в общем, все, что нам интересно, мы делаем. Малевич ваш бог? Да нет, почему? А почему вы так назвали? Просто однажды у меня была книжка, и там была фраза. Именно в этой книжке была фраза. Бригада маляров имени Киземира Малевича. Мы очень сильно посмеялись, но нам понравилось. И так довольно уже несколько лет, я не знаю даже сколько. Сколько лет вообще? Лет пять, наверное, уже мы кувыкаемся по-разному. Сейчас будем показывать, кстати, каким образом это все у нас происходит. Виктор, а есть у вас лично, как бы, не то, что вопрос, а ответ всем людям, которые смотрят на ваши картины? Вот посмотрел на вашу картину, и вот он хочет услышать этот ответ и увидеть. Есть такое? Я, честно говоря, не понимаю вопросов. Вопросы, непонятные вопросы. Ну, хорошо. Вот. Каждый художник, считается, делает посыл пространства. Вряд ли. Фразу. Вряд ли. Вряд ли. Вряд ли. Вряд ли. Вряд ли. Вряд ли посыл. Дело не в посыле. Дело в том, что надо работать абсолютно искренне и в полную силу. И делать то, что ты считаешь, что ты должен сделать. Собственно, ради этого живешь ведь. А все остальное, Андрей, отровождение остальное. Я понял, ваш посыл. Жить искренне. Да, кстати. Спасибо. Спасибо вам. Это был Виктор Абородцев. За внимание. Круппа, бригада маляров имени Валевича. Казимира Валевича. А именно Казимира. Имени Казимира. Без Казимира нельзя говорить. Ну, лучше полное, так сказать. Ну, чтобы все понятно было. Вообще, Казимира звучит как-то странно, да? Да, кстати, очень. Разобрать это слово. Очень интересно. Без него, кстати, не звучит, да? Такой козий мир. Ну, кстати, да. Намалеванный. В то время как раз мир был очень... Козий. Очень сильный. А сейчас он какой? А сейчас, кстати, надо задуматься над этим вопросом. Изменился ли мир с тех временем? Конечно, изменился. Как же. Это уже был просто ритм. Даже личности, на самом деле, изменились. Спасибо. С вами был Телеканал. Света Телеканал. Да-да.